Дорогие друзья, я всех приветствую, я всех приветствую в Канаде, и как вы догадались, мы сегодня с вами отправляемся в магазин Zara. Я вот залипла возле стенда с украшениями, как всегда, мне очень нравятся украшения из Zara, они настолько оригинальные и необычные. Для тех, кто, конечно, любит вот такие вот большие массивные украшения, кто рискует носить такие украшения, я люблю и ношу такие украшения, и мне как бы не кажется, они слишком чем-то too much, потому что мне нравится что-то, что выделяется, что отличается от других. Я люблю и маленькие иногда под настроение, знаете, все это зависит от настроения. Я вообще не понимаю, когда люди говорят, я ношу только маленькие или я ношу только большие украшения. Каждый день, одеваясь на работу или куда-то, наше настроение совершенно другое, отличается, и поэтому иногда хочется надеть что-то маленькое, незаметное, иногда хочется вот под погоду, под настроение надеть что-то крупное, большое, яркое, как в одежде, так и в украшениях. Вот поэтому я всегда обращаю внимание на такие украшения, они создают образ, создают настроение. Девочки, не отказывайте себе в красивых, ярких украшениях, они стоят копейки, делают вас неповторимой и вас сразу заметят в толпе, в отличие от других женщин, которые носят миниатюрные, красивые, элегантные украшения, но они не бросаются в глаза. А эти украшения бросаются в глаза, поэтому если вы хотите, вот если у вас настроение, что вы хотите выделяться из толпы, яркое такое броское украшение, это самый-самый лучший способ, вот как-то выделиться. Но тут же я рассматриваю пояса, я заговорила с вами, и вот этот пояс необыкновенный, тоже с пряжкой, не пряжкой, в общем, какой-то такой композицией в виде змеи, ужасно интересной, и тоже, конечно, украсит ваш аутфит, сразу сделает его необычным. Я продолжаю рассматривать украшения и пояса, это как бы, ну, моя первая часть моего видео, потому что как-то сразу я обратила внимание на все эти очень интересные, очень необычные вещи. Я хочу сказать, что дизайнеры аксессуаров, вот в Заре украшения именно и поясов, наверное, кем-то они вдохновляются, но, знаете, все кем-то вдохновляются, но в других масс-маркетах, если честно, вот в том же H&M я не видела таких вот именно необычных, оригинальных аксессуаров, как я видела в Заре. Вот это сейчас пояса я вам показываю, металлические. Опять же, кто-то скажет, это слишком, это слишком вычурно, это что-то такое, что не наденешь на каждый день. Ну да, это не на каждый день, конечно, но наша жизнь не упирается только в одежду и в вещи, которые нам нужны на каждый день. Было бы очень скучно, если бы все носили одинаковые, минималистичные, базовые вещи и никогда ни на ком мы бы не увидели чего-то яркого и необычного. Согласитесь, люди, когда надевают что-то необычное, яркое, и хочется рассматривать, эти люди становятся интересны, и мы как бы проникаемся некоторым интересом к человеку, на котором надето что-то эдакое. Но, опять же, я не призываю, а вот зависит от того, нравится вам это или нет, какое у вас настроение. Ну и одежда. Сейчас межсезонье, на самом деле, в Заре. Честно говоря, я пришла сюда просматривать и попримерять пальто на осень и на весну. Собственно, сейчас весна у нас, значит, на весну. Вот, кстати, прервусь. Посмотрите, какое лукошко замечательное с бамбуковой ручкой. Плетеная ручка из бамбука настоящего не пластик. Очень интересная, необычная вещь. Очень удобные вот босоножки тоже, сандалии. У меня есть такого типа танкетка, такая плетеная. Я вам, кстати, показывала в одном из своих видео про обувь. Никогда не выходят из моды, всегда в тренде, и всегда очень к месту и к любому аутфиту можно ее надеть. У меня вот есть одна пара таких босоножек, им 100 лет. Они прекрасно сохранились. Они, правда, не из Зары, другого бренда, но сколько лет они не вышли из моды, и я их продолжаю носить, и очень удобно летом. Вот такая вот танкетка, вроде бы как и не каблук, а вроде бы как немножко вы становитесь повыше роста. Так вот, я продолжаю, что я хотела попримерять пальто на весну, но ни одного пальто я не нашла в нашей Заре. Костюмы, пиджаки, жакеты, плащи, кардиганы, все что угодно, только не пальто. Вот я не знаю, что происходит, или все раскупили, или не завезли. Вроде как уже весна практически на носу, или мы как-то перескочили, или я поздно пришла, надо было прийти пораньше, чтобы застать еще сезон пальто, а я, наверное, как-то припозднилась уже, все больше летнее, поэтому вот не знаю, нету пальто, не нашла. Но нашла очень много интересных, красивых вещей. Вот до этого я вам показывала такой монохром костюм, ярко-розового цвета, к нему босоножки были. В общем, сейчас это такая очень-очень модная тема. А здесь вот уже летние вещи, вот из шитья платья, все белое, вот это целое, целое такое, целое отдел из вещей, из белой ткани, белые такие молочные босоножки, очень интересные, необычные. Белые футболки, интересная идея к лету, интересная тема, и вот очень симпатичные босоножки. Туфли-босоножки я называю босоножки, потому что у них открытая пятка, но у них закрытый носок, поэтому не знаю, как правильно их называть. Красивая пряжка, сделанная под цвет самой туфли, самой босоножки. Есть вот они в черном цвете, и есть в таком бежево-молочном. И видите, пряжка под цвет, не металлическая, а под цвет самой обуви, самой кожи. Очень интересная, элегантная, красивая обувь, небольшой каблучок и, скорее всего, что удобный. Что еще было интересного в магазине? Вообще много красивых, необычных вещей, как всегда в Заре, которые всегда в Заре очень много такого эдакого чего-то. Вот опять украшения я рассматриваю. Опять же крупные вот такие вот жемчужные шары на цепочке. Это тоже, кстати, всегда в моде. Вот сколько я себя помню, столько вот даже с моей молодости, 80-х, было в моде вот такие вот крупные жемчужные шары. Кстати, вот эти сережки очень похожи на серьги, в которых недавно будущая королева Англии Кейт Миддлтон вышла в свет. Если найду, прикреплю фотографию. Она вышла в необыкновенно красивом вечернем платье. И в серьгах из Зары это отметили все обозреватели моды. Что вот будущая королева и не погнушалась. Если найду фотку, то прикреплю и покажу. Это не такие же сережки, но очень похожие. Вот эти платья интересные. Они вернулись в моду, что ли? Я что-то пропустила, наверное, но, по-видимому, да. Как они назывались? Платье тюльпан, платье колокол. Вот с такой вот широкой юбкой, собранной на талии. Очень долго их все клеймили стилисты. Но вот видите, как, по-видимому, они снова возвращаются. И джинса. Конечно же, хит сезона вот этого лета, весны, это джинса. И очень красивое джинсовое платье, которое мне очень понравилось. Длинное на поясе. Опять же, мы такие носили еще в нашей молодости. Как ни странно, но очень много фасонов, которые сейчас входят в моду и сейчас в тренде, мы уже их носили. И мы их помним еще по нашей молодости. И это как бы у меня такое двойственное чувство. Поэтому, с одной стороны, напоминает мне молодость. Это приятно. С другой стороны, вы знаете, у меня возникает такое чувство, что, боже мой, какие же мы уже старые. Что вещи, которые мы носили в молодости, уже по второму или даже по третьему кругу снова входят в моду. Мы сейчас знаем, что мода циклична. И вот этот цикл, который уже по третьему разу, по-моему, повторяется, наводит на мысль, что мы как бы уже топчем эту землю так давно, что уже по третьему разу входят в моду одно и то же. Да, ну не будем о грустном. Давайте посмотрим дальше. Вот опять же джинсовые ботиночки. Такие симпатичные. Они такие, кстати, мягкие. Я потрогала их. Ну, это джинсовая ткань, потому что это же не кожа и не кожза. Очень мягкий, очень удобный каблук. Но каблук маленький. Совсем маленький, низкий каблучок. И вот уже много-много лет не выходящие из моды вот это кроше, как это называется у нас. Или вот вещи такие, знаете, вязанные в деревенском стиле. Здесь, кстати, это скомбинировано с рукавом из тканей. Здесь тоже, видите, вот такая вот вязаная, как бабушкиным крючком, вязаная кофточкой и оборочки, сделанные из ткани, по-моему. 45 долларов стоит эта блузочка, светорок. Очень миленький. Босоножки элегантные, сделанные из соломки или под... Как будто бы из соломки сделаны. Серебряный каблучок в бежевом и в черном цвете. В черном вообще очень симпатичные, в бежевом хорошенькие, симпатичные. И продолжение джинсы и джинсовых ботинок. Вот такая джинсовая сумка. Она сделана из ткани, из джинсовой, под кожу такого крокодила. Миленькая, маленькая, хорошенькая. Очень подойдет вот к тем джинсовым ботиночкам. Если вы любите носить обувь и сумки одинаковые, то прямо вот можно сделать вот такой комплект. Красивая, симпатичная блузка. Яркие, прямо такие неонового цвета, сиреневые босоножки. С такой, знаете, с веревочками вокруг ноги, типа балерины. Такого яркого цвета. И такие же яркие зеленые. Ну, Zara отличается яркостью цветов. Вот нашла колье к тем серьгам, которые я вам показывала, которые похожи на серьги Kate Middleton. Такой чокер и длинные такие свисающие вниз цветы. Очень красивый, необыкновенно красивый. Я потом нашла его на веб-сайте. Оно необыкновенно красиво смотрится на шее. Беленькая сумочка в комплект к беленьким комплектам, к белому цвету на лето. Белые на лето – это всегда хорошая идея. Особенно белые сумки. Когда-то считала, что прямо летом нужно носить светлые сумки, зимой надо носить темные сумки. Но все изменилось с тех пор. И сейчас носят все и всегда. И летом можно носить белые, зимой можно носить темные. Вообще стерлись все границы. И сейчас, по-моему, практически нету никаких ограничений, что модно, что не модно. Ну, вернее, есть. Есть какие-то тренды, есть понятия о том, что модно и что не очень модно. Но сейчас, по-моему, можно носить все-все-все-все. Вопрос в том, как это все обыгрывать и как это все сочетать. И вот, например, такой жилет тоже. Много раз говорили, что уже эти твидовые жилеты и жакеты под Шанель выходят из моды. И они уже совершенно не в моде. Но мне показалось, что это прекрасная идея. Вот такой костюм, брюки и вот такой жилет с какой-то интересной блузкой или с каким-то интересным тонким свитером, если надеть наверх этот жилет. Опять же, с интересными ботинками какими-то. Сумкой будет очень-очень элегантной и очень, так знаете, по-французски, по-парижски. Очень красивые, замечательно красивые яркие блузы. Тоже, может, кто-то скажет, что это слишком яркая или просто попугайская расцветка. Прекрасная расцветка. Желтый, зеленый, розовый цвет. Необыкновенно красиво. Конечно, не надо надевать это с какой-то яркой цветной юбкой. Если вы наденете это с джинсами или с черными брюками, вы будете выглядеть очень красиво и очень элегантно. Блестящие сумочки на выход. Такие выходные. Опять же, кто сказал, по-моему, кто хочет, может носить их на каждый день. Абсолютно ничего не запрещается. Особенно вот черная. Ну, конечно, они такие больше вечернего такого вида. И вот тоже сумочка такая, скажем, вечерняя. Сделана из атласа. Сзади гладкая, спереди у нее как будто из атласа, из ленты сделан цветок такой. Очень красивая аппликация. Тоже на выход, но, опять же, не обязательно. Можно куда хочешь и как хочешь. Очень красивые, яркие, тоже разноцветные платки. И в прошлом году у них были платки из натурального шелка, которые стоили 50 долларов. Небольшие такие платочки. Это платки большие, по 40. И они не шелковые, плестровые. Я искала шелковые платки, но не нашла. Потом нашла на веб-сайте. Большие шелковые платки у них сейчас по 100 долларов. Очень подорожали, но, ну, как бы там большой очень размер. Там платок, что можно им замотаться и сделать из него платье. Интересные вот эти вот вещи тоже. Они такой, знаете, расцветки. Необычные вот это платьица. Но это такой, знаете, молодежный вариант. Тоже напоминает мне моду моей молодости. Вот эта ткань-сетка. И такая, знаете, такой интересный фасон со сборкой на животе. Как бы тоже не для каждого. И продолжение джинсы, продолжение моды на джинсу. Это такой не то жилет, не то топик. В общем, можно носить его просто как топик. Можно носить его как что-то сверху, надев на какую-то блузу или на какой-то свитер. Например, на белую блузу. Джинсовые шлепанцы такие грубые. Очень интересные. И вот мне понравился в витрине вот этот манекен. Я потом нашла картинку. Прикреплю на веб-сайте. У них это такой комбинезон. Сделан в виде мужских брюк. Очень интересный дизайн. Просто потрясающе. Супер. Мне очень понравилось. Очень классно и очень необычно. Ну вот, такой у нас сегодня обзор из магазина Zara. Коллекция весна-осень. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. С вами была Дита из Канады. Всех люблю. Целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok